Объем импортируют в виде сахара из Российской Федерации, стран СНГ и сахаросырца, в основном из Бразилии. Несмотря на то, что были приняты и реализованы ряд программ развития сахарной отрасли, профильные ведомства не сумели стимулировать производство, чтобы полностью обеспечивать внутреннюю потребность, сказал Султанов на брифинге во вторник. Он заверил, что МТИ совместно с Министерством сельского хозяйства будут разрабатывать программу поддержки отечественных производителей сахара. В местных магазинах, тем временем, сахар в наличии есть, в гипермаркетах налажена поставка товара. Сейчас ажиотажа вокруг сахарного песка нет. Он реализуется в свободной продаже по цене 482 тенге за килограмм. Поставляется сахар регулярно из Тараза в объеме 30-35 тонн в неделю. Это позволяет отпускать его свободно, но с некоторыми ограничениями. Ежедневно через эту торговую сеть реализуется до 5 тонн сахарного песка. Цена выше, чем в социальных магазинах, но ниже рыночной. Поэтому в неограниченном количестве его не отпускают, только по 3 килограмма в одни руки. Но на дефицит покупатели не жалуются. Даже при таких условиях можно обеспечить семью скромными запасами. На рынках же стоимость сахара уже приблизилась к 700 тенге за кило в магазинах Стабфонда. Его цена остается прежней – 363 тенге за килограмм, но в день поставляется только один мешок. Соответственно, товар улетает в первые же часы после открытия. Как заверил министр торговли, ситуация сможет измениться в лучшую сторону только после принятия мер для обеспечения внутреннего рынка собственным сырьем, по примеру, России и Беларуси.